добрый день с вами юридическая клиника онлайн я адвокат андрей свитки сегодня мы поговорим о теме приобретения права собственности точнее приобретение совместно права собственности в частную собственность любое лицо во время фактически проживания многоквартирном жилом доме может столкнуться с необходимостью приобретения права собственности на вспомогательные так сказать помещения таких целей во многих домах почти на каждом этаже существуют специальные помещения которые находятся в общей совместной собственности жильцов многоквартирного дома однако процедура приобретения права собственности на такое помещение довольно сложная требует значительных усилий ну и значительного времени согласно определению приведенного в законе украины об осуществлении права собственности многоквартирном доме вспомогательные помещения является помещением, предназначенным для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания его жителей. К тому же, вспомогательные помещения, как и другие помещения общего пользования, являются общим имуществом многоквартирного дома. Согласно части 2 статьи 5 закона Украины, вышеуказанного, общее имущество многоквартирного дома не может быть разделено между совладельцами и такими совладельцами, не имеющими права на выделение в натуре доли из общего имущества многоквартирного дома. Также возникает затрудненность в связи с отсутствием отдельной технической документации и вспомогательные помещения вследствие того, что такие помещения переходят в общую собственность жильцов дома автоматически с приобретением права собственности в таком доме на жилые помещения, так сказать, квартиры или нежилые помещения, офисы. А значит, вспомогательные помещения с юридической точки зрения рассматривать как отдельное имущество нельзя, а только как часть общего имущества до момента регистрации права собственности такого помещения качестве фактически отдельного объекта следует заметить что возникновение права собственности зависит от статусов помещения если вспомогательный или есть нежилые помещения нежилым фактически помещением относятся те помещения которые изначально строились не как вспомогательный а как имеющие другое назначение. Согласно постановлению Верховного суда Украины от 6-8-2019 года по делу 843-17, в большинстве современных новостроек, например, размещаются паркинги. Такие помещения не могут считаться, по сути, вспомогательными, они являются нежилыми и находятся в общей совместной собственности, а право собственности на них, как на отдельные места, регистрируется за лицами, фактически, которые купили этот паркинг или паркоместа, и так далее. Поэтому совладельцы многоквартирного дома, в случае, если в многоквартирном доме создано объединение совладельцев многоквартирного дома, то есть ОСББ, могут на общем собрании принять решение об оформлении технической документации отдельно вспомогательного помещения, то есть вывести его из спильного сумместного майна, и дальнейшая его государственная регистрация на праве общей совместной собственности. И с момента государственной регистрации такое помещение может считаться отдельным объектом недвижимости, принадлежащим на праве общей совместной собственности ОСББ. К тому же, письмом Министерства по вопросам ЖКХ Украины от 22.01.2009 года было разъяснено, что исключительной компетенцией общего собрания членов объединения, в частности, относятся вопросы об использовании объекта, находящегося в общей собственности членов объединения, и утверждение, так сказать, договоров или соглашений, заключенных на сумму, превышающую указанную в уставе объединения. Итак, фактически, подведем итог, ОСББ имеет право отчуждать общее имущество, если ОСББ является балансодержателем данного жилого дома. При условии согласования всех же владельцев квартир, независимо от того, являются ли они членами ОСББ, при наличии решения общего собрания, опыт отчуждения помещения с последующим целевым использованием средств на капитальный ремонт или другие нужды. То есть, фактически, человек носит деньги и за это получает вспомогательные помещения. Поэтому, в дальнейшем, после государственной регистрации, вспомогательные помещения необходимо получить в согласование всех владельцев квартир, независимо от того, являются ли они членами ОСББ, и провести общее собрание с целью принятия решения об отчуждении вспомогательного помещения с последующим целевым использованием средств на капитальный ремонт или другие нужды дома, другие нужды ОСББ. Таким образом, приобрести право собственности на вспомогательные помещения в многоквартирном жилом доме законодательно возможно. Однако, учитывая сложность воплощения в жизнь указанной перечень действий, то есть процедуру, процесс приобретения права собственности на такое помещение является оправданным только в случае реальной необходимости приобретения данного вспомогательного помещения. С вами была юридическая клиника онлайн, я адвокат Андрей Савицкий. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь.